Дмитрий Васильевич, вот глядя на тех, кто сюда входит, в этот замечательный дом, на этих важных, серьезных мужей, на те вопросы, которые здесь решаются, я думаю, Господи, ну какой ерундой я занимаюсь, какой-то московской областью, тихой, какой-то такой средней по сравнению со всеми остальными, с таким тихим пьяницей, вождем, таким думой, который решает какие-то вопросы, так, по-моему, ни разу не про штаб конституцию, что, в общем-то, консультируется, вообще какой-то ерундой занимаюсь. Депутаты Госдумы тоже не читали конституцию, многие из них, открою вам секретно, что это типично, довольно, для наших законодателей, не знать основного закона, не только на уровне московской области. То есть, вообще-то, вот дела в московской области, как вы считаете, они имеют хоть какое-то значение для судеб России, как принято в треновых передовицах писать? Я рада, что вы ставите вопрос так широко. Я, между прочим, выросла в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге, и депутат от Ленинграда, и знаю город и область хорошо. Московскую область я только начинаю осваивать, но она на меня производит большое впечатление. Во-первых, это огромный субъект федерации, где, как я недавно выяснила, 5 миллионов только избирателей, то есть людей, взрослых, с правом голоса. Ну, еще добавьте, там, миллиона 2 детей у них, еще миллиона 2-3 приезжих, беженцев, там, незаконно проживающих. В общем, миллионов 10 проживает в этой области. Примерно половина районов Московской области, тем не менее, я слышала, дотационные, а половина является районами-донорами. Но это огромный субъект федерации, это другое государство в государстве, как и сама Москва. Я была разочарована, узнав, что вот все это огромное население представлено всего лишь 50 депутатами местного парламента. Хороша они или плохи, из кого они состоят, как формируется этот отдельный разговор, мы можем поговорить. У меня даже есть некоторый прогноз об итогах выборов 14 декабря в Московскую областную думу. Но, тем не менее, я думаю, что Московская область имеет огромное влияние на страну, и она ближе к стране, чем сама Москва, которая всегда была другим государством, чем Россия. А Московская область, там есть и сельское население, там есть и военно-промышленный комплекс где-нибудь в Химках, Подлипках, Болшево, Подольске, Королев нынешний, да, Подлипки и так далее. Так что проценты, я думаю, большой представленности и городского населения, ВПК, и аграрный, конечно, сектор. В то же время есть село, о котором обычно, кстати, наши кандидаты в депутаты на любом уровне забывают, считая, что сельчан охватить нельзя, и они не так значимы. Они голосуют стопроцентной явкой, в отличие от горожан, и объехать их на машине, агитационном автобусе или как-то еще, на самом деле, это технические задачи не столь сложные. В общем, я думаю, Москва, во-первых, я стала любить Подмосковье и узнавать просто его красоты, помимо того, что встречалась вот с работниками ВПК из тех же Подлипок, из Королева, это высококультурные люди, это огромный интеллектуальный потенциал, это огромный технический потенциал, и это кусок прекрасной русской природы. У нас там не дачи? Предстоящее событие, вы же не случайно со мной этот разговор завели, выборы, я думаю, выборы в парламент вот этого субъекта федерации, давайте назовем его громко, местный парламент, вот такого десятимиллионного с пятью миллионами избирателей субъекта федерации, это не шуточное дело. Это область побольше иных европейских стран, и она имеет право голоса, она имеет право, чтобы ее население, его нужды и интересы были кем-то защищены и кем-то озвучены. Я думаю, что сегодня Дума действительно не очень хороша. Меня в большое смущение привела также идея референдума, совпадающего с днем проведения выборов, 14 декабря, референдума о статусе этого парламента Московской области. То есть должен ли он быть профессиональным, должны ли депутаты работать на постоянной основе, вот как мы депутаты Госдумы, как другие депутаты во многих субъектах федерации, или это должны быть люди там, инженеры, врачи, кто-то еще, администраторы, которых собирает просто глава администрации, губернатор Анатолий Степанович Тяжелов или кто-то другой, но Тяжелов еще долго будет у власти в губернии Московской, до 2000-го, по-моему, года, почти до президентских выборов, собирает на какие-то сессии, допустим. И они, конечно, не могут профессионально подготовить ни местные законы, ни изучить документы. Мне кажется, это было бы ущемлением прав не только области, но и всего населения граждан Московского государства, вот этого областного государства. Я думаю, такой субъект федерации заслуживает право иметь свой самостоятельный профессиональный парламент. И потом тут есть некоторый юридический казус. Идут выборы, кандидаты готовят свои платформы, они выступают перед избирателем с какими-то обещаниями, но они пока что понятия не имеют, в каком парламенте они будут работать. То ли они как общественники будут приходить, там, не знаю, как народные дружинники и комсомольцы на какие-то мероприятия время от времени, то ли они могут обещать полноценную, законодательную и иную помощь и защиту своему населению, будучи профессиональными парламентариями. Какого класса и какого сорта и с каким уровнем образования, это повторяю другой вопрос. Мы же сейчас не на 3-5 лет создаем законы, а все-таки на много лет, может быть, в 2000 году будет выбран уже совсем профессиональный хороший парламент в Московской области. Я, насколько слышала, все политические партии дружно не принимают это предложение от демократов до коммунистов, чтобы парламент был такой, ну, приходящий и случайный. Резоны здесь совершенно ясны, господина Тяжлова и понятны, и многие, благодаря пропаганде телевизионной, в том числе, не в обиду будет сказано телевидению, многие сегодня скажут, что да, эти дармоеды, болтуны там сидят, вон в Госдуме кормим нахлебников, вот еще тут будем кормить нахлебников. Но вы подумайте, на каждого депутата Московской области сегодня, 50 депутатов на 5 миллионов избирателей, приходится 100 тысяч жителей, 100 тысяч человек. Это огромная работа. Пусть не все из них обращаются, не каждая бабушка, у которой течет крыша, не завезены дрова там, или несправедливо уволен кто-то с работы, приходит на прием к депутату. Но я знаю по себе, у меня, скажем, 500 тысяч избирателей. Это огромный объем работы. Мы оказываем огромную помощь исполнительной власти. Любит она нас или не любит, но мы берем на себя тот удар, который она не берет на себя. Не идут к губернатору и не достучаться до него, и занят он, и не пройти сквозь заслон чиновников простому человеку. А к депутату они приходят, и мы не можем их выгнать. Я принимаю по 40 человек в день, уже падаю в час ночи с кресла, когда-то как у зубного врача очередь. Разве господин Тяжелов не заинтересован быть в нормальном деловом контакте с таким профессиональным парламентом, который возьмет на себя большую часть его нагрузки, большую часть социальной напряженности, будет просто разъяснять какую-то политику правительства, будет работать с ним рука об руку. У нас ощущение, Галина Васильевна, что господин Тяжелов не зря затеял разговоры о реферинами в тот момент, когда, думаю, всерьез занялась подготовка закона о бюджете. Потому что бюджет Московской области меня потряс своей простотой. И смотря на то, что там триллионы, они распределены до миллиарда. Вы прописываете до миллионов, они до миллиарда. Полмиллиарда туда, пол, туда. Отлично! Если я не ошибаюсь, Московская область также имеет еще и специальный фонд для депутатских инициатив, чего, скажем, мы депутаты Госдумы не имеем. То же самое в Новосибирске, еще в каких-то местах в Петербурге, в нашем субъекте федерации, когда депутат каждый имел там что-то на чуть ли не по миллиарду рублей. Нет, я боюсь говорить о цифрах в Московской именно области. На нужды своих избирателей. Это спорное предложение. Может быть, оно хорошее, может быть, плохое. Я считаю, что депутат иногда лучше знает, даже чем высокий чиновник, что нужно. Какую школу починить, какой, извините, туалет общественный или баню в его микроокруге. И не доходят руки у большой власти иногда, да, вот этой территории. Может быть, какие-то финансовые возможности депутатам надо дать. Но бюджет, безусловно, должен быть прозрачен. Безусловно, должна быть полная отчетность всех, кто имеет дело к государственным деньгам. Общественный контроль должен быть, ну, гласность прессы и так далее. Именно об этом говорят нынешние депутаты областной думы. Именно эта кость в горле господина Сержлова и его починить. Никогда никто не любит, чтобы контролировали распределение бюджета и распределение денег. Опять-таки, знаю по Петербургу хорошо. Даже иногда чиновники доходят до того, что бросают такие фразы сакраментальные. Не считайте деньги в чужом кармане. Но это не чужой, это наш карман. И я тоже, как жительница Москвы, говорю, наш это карман. И Москва, и Московская область за счет налогоплательщиков живет. Мы платим исправно налоги, мы хотим знать, на что они идут. Никто этого не любит. Эта борьба исполнительной и законодательной власти – абсолютно естественное явление. Думаю, что существует даже не только в нашей стране, а и в более развитых демократиях. Но я знаю, есть претензии, скажем, по распределению облигаций областного займа. Хотя я понимаю, что господин Тяжлов столкнулся с огромными трудностями. С одной стороны, облигации были вроде бы выпущены, этот заем вообще выпущен под то, чтобы, наконец, сделать инвестиции в агропромышленный сектор и в высокие технологии, во все то, что есть в области для развития. А пришлось истратить деньги на затыкание дыр, на проедание. Я не думаю, что это вина тяжелого, я бы тут не стала его строго судить, потому что бюджет секвестирован. Он не получает достаточных денег из федерального бюджета, как и все остальные субъекты федерации. И он был вынужден, да, платить, наверное, бюджетникам, врачам, медикам. Я не так хорошо разбираюсь в делах Московской области, но понимаю его трудности. Поэтому я бы критику вот эту адресовала все-таки в оба адреса. Если говорить о прогнозе, еще рано, конечно, говорить о прогнозе исхода этих выборов, я думаю, что более или менее это довольно консервативный, в хорошем смысле слова, спокойный субъект федерации, где итоги выборов более или менее предсказуемы, и я не думаю, что они сильно будут отличаться от нынешнего расклада сил. То есть где-то 40-50% займет левое крыло от умеренных, скажем, социал-демократов, независимо от того, называют они себя так или нет. Они иногда могут быть членами Компартии или даже партии Лебедя. Вообще Лебедь, видимо, получит поддержку в тех местах, где ВПК, особенно развит в тех же Химках, Подлибках, Болшево, возможно, в Королеве. Где-то научная интеллигенция в таких местах, как Черноголовка, проголосует за Яблоко, хотя рейтинг Яблока сильно падает. За Дем-Россию, за кандидатов от Дем-выбора России проголосует, ну, около трети, может быть, москвичей. И какая-то довольно весомая доля проголосует за коммунистов, хотя московские областные коммунисты – это не те коммунисты, что мы видим в Госдуме. В значительной степени мне они представляются более, ну, приземленными людьми и, может быть, более реалистично реагирующими на запросы избирать. Не все из них, конечно. Могут пройти, какое-то количество может пройти экстремистов, даже националистов Анпиловского или Баркашовского толка. Я надеюсь, что в Москве не будет избран, в Московской области не будет избран ни один фашист в местную Думу. Думаю, что в этом заинтересованы все ветви власти, вот, исполнительной до законодательной. Извините, Петя, я тут. Спасибо. Спасибо.